Какой была жизнь крестьянских семей в Среме в начале прошлого века, туристы смогут узнать, посетив превращенный в музей дом Стайко в Болевцах. Это село находится на левом берегу Савы, в 40 километрах от Белграда вверх по течению и в 29 километрах сухопутным путем. Первоначально село находилось на самом берегу реки, которая часто разливалась, из-за чего местные жители переместились к западу, на территорию на большей высоте над уровнем моря, чтобы спастись от паводков. Они говорили, нам будет лучше, лучше, то есть по-сербски более и более. И так возникло название села Болевцы. Это одно из семи сел самого младшего белградского района Сурчин, экономическое развитие которого опирается на туризм. До села Болевцы можно добраться на городском транспорте или на своей машине, на пароходике или же на велосипеде. Его можно порекомендовать туристам со всего мира из-за близости к аэропорту и из-за его достопримечательностей. Дом-музей Стайкова надо посетить обязательно, так как это и история о многовековом сосуществовании сербов и словаков. Владельцем дома-музея является Джорджи Милованович Стайко, а обустройство дома финансировали городские власти пять лет назад в рамках проекта «Старый двор». Хозяин дома встречает гостей, угощая их ракии из тутовой ягоды. Когда-то в селе росло много тутовых деревьев, из плодов которых делали ракию. Сегодня их осталось немного, и потому ракия из тутовой ягоды – настоящая редкость. Судя по историческим данным, словаки поселились в этих краях 240 лет назад. На сегодня это самая южная точка, где они проживают в столь большом количестве. Стайко пожелал увековечить именно сосуществование сербов и словаков, и потому одну из комнат в своем родном доме обустроил в сербском стиле, а вторую – в словацком. В кухне и в столовой тоже собрана аутентичная мебель и домашняя утварь. Здесь гостям подают типичное для срема угощение – домашний хлеб, намазанный свиным жиром и посыпанный красным перцем, штрудель с маком и домашний сок из вишни. В доме-музее Стайко можно увидеть любопытные предметы домашней утвари, которые давно вышли из употребления. Знакомство с таким бытом имеет познавательную и культурно-историческую ценность, так как спасает от забрения прошлое. Хозяин дома очень гордится отдельными предметами, вместе с которыми вырос, и историю которых хорошо знает, а также теми, которые подарили ему местные жители и сербы, и словаки. Это не музейные экспонаты, хотя специалисты говорят, что большинство можно было бы отнести к этой категории. Здесь находится, например, граммофон, купленный в Милане в 1906 году, лыжи, которые надолго пережили своего владельца, радиоаппарат «Филлипс» 1930 года выпуска, керамические печки, которым больше ста лет, и много того, что тогда нечасто встречалось в крестьянских домах. Люди дарили частичку своего прошлого, а Джорджий Милованович собирал всё это в одной из комнат дома, назвав её комнатой деревенских воспоминаний. В сербской и словацкой комнатах много характерной утвари, деталей и декоративных предметов. Выставлена также художественная вышивка на постельном белье, одежде и домашней утвари. В словацкой комнате, внимание, посетители привлекают коробки, которые делали и украшали девушки, готовясь к замужеству. В эти коробки клали предметы с вышивкой, которые будущая невеста дарила парню. Он относил коробку к себе домой, чтобы родственники и друзья могли оценить способности девушки, которую он возьмёт замуж. Многообразие декоративных предметов дало владельцу дома-музея идею организовать и мастерские по производству сувениров с использованием вышивки, росписи бутылок и керамики. На территории двора оборудован хлев, в котором находятся и принадлежности для упряжки, сарай, где хранятся телега, санки, фиакр, бочки, корыто, котёл и различные мелкие деревянные инструменты, а также плуги и селки. В составе дома находится и большое открытое помещение для отдыха со столами и скамейками. Туристы, особенно иностранцы, в восторге от того, что могут здесь увидеть. Одна туристка из Германии прокомментировала музей, сказав «Дорогие друзья, если вы не знаете, что осталось за вами, вы не будете знать, что ждёт вас в будущем». Субтитры подогнал «Симон»